Всем большой привет! С вами Наталья Ксенчак и это рубрика вещички в больничке. И сегодня у нас с вами самое что ни на есть настоящий пациент, которого мы будем лечить. Это винтажные брюки из стопроцентного хлопка, которые я нашла на фримаркете. То есть достались они мне бесплатно и на фримаркет часто приносят классные вещи с небольшими дефектами, которые, если проявить немного фантазии, можно исправить. И, кстати, я очень люблю что-то делать с вещами, то есть включать голову, если вдруг какая-то дырочка, какое-то пятнышко. Тут как раз такая ситуация. Давайте посмотрим, что случилось с этими брюками и как мы их будем лечить. Итак, дорогие друзья, у меня есть винтажные брюки из хлопковой ткани, но, к сожалению, на этих брюках есть белесые пятна. То ли ткань выцвела, то ли с чем-то постирали, непонятно. В общем, эти пятна никак вывести нельзя, можно только замаскировать. К счастью, пятна находятся на передней части брюк, поэтому замаскировать будет довольно легко. Итак, что нам нужно? Нам нужны брюки, которые болеют и которые нам нужно вылечить. Также нам нужно кружево. Его я отпорола от кофточки трикотажной, из очень некачественной ткани, поэтому без зазрения совести саму кофточку я выбросила, кружева оставила. Также нам нужен клей-паутинка. Это клей в виде ленты, он продается в любом магазине фурнитуры. Так и называется клей-паутинка. Также нам потребуются портновские булавки. Нужен будет утюг для того, чтобы приклеить кружево с помощью клея-паутинки на наши брюки. Что нужно делать? Сначала мы расправляем обе брючины. Смотрим, где у нас проблемы. Берем кружево. В принципе, можно его обрезать. Если, например, кружево слишком большое, опять несколько, что в принципе я и сделала. То есть я обрезаю кружево на две части. Одну я отправлю на левое колено, другую, которая самая крупная, на правое колено. Далее нужно порезать на кусочки клей-паутинку, чтобы подложить затем под кружево. Нарезать паутинку лучше маленькими кусочками для того, чтобы когда мы будем плавить его с помощью утюга, клей не вылез за пределы кружева, то есть чтобы наше изделие смотрелось аккуратно. После того, как мы под кружево подложили клей-паутинку, нам нужно наложить всю эту композицию тканью хлопчатобумажной для того, чтобы затем проутюжить. На моих брюках остались маленькие белесые пятнышки, но их не будет видно, так как яркое красное кружево возьмет на себя все внимание и я вам клянусь, что никто этих пятен не увидит. Мне показалось, что просто кружево это скучновато, поэтому я решила приклеить еще и полубусины для того, чтобы наша композиция смотрелась немного объемная. Приклеивать буду наклеить титан. У нас получилась уникальная, интересная вещь. Мало того, что эта вещь винтажная, то есть фасон такой сейчас уже не шьют. Вещь очень удобная, но она еще и получилась эксклюзивной за счет того, что я приклеила кружево, украсила это полубусинами. Получилось очень интересно. Мне кажется, что отлично будет сочетаться такой зелено-голубой оттенок и красные кофточки. Тем более, что все это сочетаться будет еще и с кружевом. Я надеюсь, что вам понравилась данная переделка, именно поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и помните, что прежде чем выкинуть вещь, подумайте, вдруг ее еще можно вылечить. Всем пока!